Здравствуйте, мои дорогие семиклассники! Мы продолжаем изучать кино. Сегодня мы поговорим о тех профессиях, которые есть в кино, о том, как устроен кинопроцесс, и подробно остановимся, кто чем занимается, кто за что ответственный. Я надеюсь, вы посмотрели фильм, который я вам задала на дом, и надеюсь, вам очень понравился. Джордж Мельез первый снимал вот такие игровые, научно-фантастические фильмы. Он первопроходец. Итак, художник, режиссер, оператор. Тема нашей сегодняшней работы. Так как кино является синтетическим видом искусства и при этом более технологичным, чем театр, оно требует концентрации труда многих людей. И не просто многих людей, которые собрались как толпа и стоят, смотрят друг на друга, а люди, которые обладают высоким профессионализмом. И процесс киносъемки отличается очень большой разветвленностью профессии. Но руководит всеми режиссер-постановщик. Режиссер-постановщик – главный дирижер всего кинопроцесса. Иногда появляется такое мнение, что главный все-таки сценарист, потому что по его сценарию снимается фильм. Однако это, конечно же, неправда. Главный человек в кинопроцессе – это режиссер-постановщик. Во-первых, его авторский взгляд. Он реализует задачи. Только в его голове существует финальное видение фильма. То, как будет сниматься сценарий. Ведь если взять несколько режиссеров, которые снимают его в своей авторской манере, и раздать им одинаковый сценарий, у нас получится несколько разных фильмов. Художнику-режиссеру-постановщику подчиняется оператор-постановщик. Однако оператору-постановщику также подчиняются его собственные ассистенты, помощники, ну и целые цеха, например, осветители. Также на площадке присутствует художник-постановщик. Художнику-постановщику уже непосредственно подчиняются художники по костюмам, по гриму, по компьютерной графике. Ими всеми руководит художник-постановщик. Чем же занимается художник-постановщик? А художник-постановщик занимается тем, что выполняет покадровые зарисовки, киносъемки. Называется такая работа «раскадровка». Выполняется вот такими предварительными эскизами, для того, чтобы понимать, откуда выходят актеры, как будут снимать, как выстраиваются композиции, сколько времени нужно на кадр и так далее. Выполняются такие предварительные эскизы. Еще художественное содержание имеет работа оператора. То, как будет камера наезжать, отъезжать, сколько времени будет задерживать, какой план, какой угол зрения. Помните, мы с вами когда говорили о фотографии, говорили, как важно для восприятия зрителя тот угол зрения, с которого смотрят, работая в содружестве с режиссером и под его руководством, кинохудожник, как и сценограф, творчески свободен в рамках общего художественного замысла. Ну, что это значит? То, что художник может предлагать, да, как воплотить видение режиссера, но он не может его менять полностью, он не может поменять цветовую гамму во многом даже, он не может изменить эпоху, которая будет выбрана за источник вдохновения режиссера. Вот видите, как задумывается художником и воплощается в фильме. Да, вот мы видим здесь самолет, как на эскизе, и самолет, как он уже воплотился на съемочной площадке. Или художник по костюму. Да, для костюма важна символичность, детализированность. Может быть, костюм даже во многом раскрывает характер персонажа, поэтому очень подробно описываются детали костюма, какие-то аксессуары. Да, вот посмотрите, сколько заметок делает художник на эскизе костюма, художник по костюму. И последнюю профессию, о которой мы сегодня поговорим, это режиссер монтажа. Да, вот здесь на картинке вы видите Сергея Эйзенштейна. Он сам был и режиссером-постановщиком, и художником-постановщиком, и режиссером монтажа. Сейчас в современном мире режиссер-постановщик только руководит процессом монтажа, а самим монтажом занимаются профессиональные люди, которые занимаются только монтажом на съемочной площадке. Итак, что такое монтаж? Это творческий технический процесс в кинематографе или на телевидении, или на звукозаписывающих студиях, позволяющих в результате соединение отдельных фрагментов исходных записей получить единое композиционно-цельное произведение. Монтаж является важнейшей частью кинематографического языка, способной придать повествованию выразительность и внятность минимальными средствами. Да, существует такое понятие даже как монтажные ножницы. Почему это появилось? Потому что изначально пленку фактически резали ножницами. Первым, кто, можно так сказать, открыл магические свойства, волшебные свойства монтажа, и кто обратил внимание на то, как можно много выразить в кино через монтаж, был российский, а потом и советский актер и режиссер Лев Кулешов. Он открыл несколько эффектов, которые были названы в его честь. Один из таких эффектов называется эффект Кулешова. Что он предполагает? Он предполагает, что сцепление двух кадров создает между ними некий третий смысл. Сам Кулешов говорил это так. «Я чередовал один и тот же кадр, крупный план человека, актера Мажухина, с различными другими картами, тарелкой супа, девушкой и детским гробиком. В монтажной взаимосвязи эти кадры приобретали разный смысл. Из двух кадров возникало новое понятие, новый образ, незаключенный в них. Рождалось третье. Открытие ошеломило меня. Я убедился в величайшей силе монтажа. Монтаж. Вот основа, сущность построения кинокартины. По воле режиссера, монтаж придает различный смысл содержания. Таково было мое заключение». Да, вот как выглядит эффект Кулешова. Один и тот же кадр, если вы обратите внимание. Вот актер Мажухин. Но, вставляя между его нейтральным, на самом деле, выражением лица, нейтральным выражением лица, определенные такие кадры, очень сильно эмоционально окрашенные, мы можем увидеть, как актер Мажухин, либо голоден. Мы можем считать это как голод, можем считать это как печаль, можем считать это как влюбленность. В этом и заключается эффект Кулешова. Ниже я дам ссылку на несколько экспериментов с эффектом Кулешова, чтобы вы посмотрели это видео. Также Кулешов открыл несколько таких понятий, как творимая земная поверхность и творимый человек. Что такое творимая земная поверхность? Как он говорил? Он говорил, что можно снимать разные локации, а потом с помощью монтажа их склеивать в единую географию. Также на творимую земную поверхность, я дам ссылку в ролик, ниже вы посмотрите. И творимый человек – это то открытие, которое позволило использовать дублеров в фильме. То есть мы используем разные части разных людей, и при монтаже у нас идет впечатление, что это был один человек снимался, хотя на самом деле может быть дублер, который делает какие-то трюки, которые не может выполнять актер. Итак, домашнее задание будет выполнить, вам нужно будет выполнить упражнение, которое называется «Монтажная фраза». Вот здесь есть изображение, это упражнение есть в вашем учебнике. Девиз «Монтажная фраза» – это «Показать, а не рассказать». Вот как выполнена монтажная фраза в данном случае. Выбрана некая картина, любая. В данном случае это локтионов, письмо с фронта. И все кадры, необходимые для монтажа, присутствуют на этой картине. Обратите внимание, что да, вот он общий план, да, использован. Крупный план использован. Крупный план, крупный план. Все здесь есть. И вот нужно, вам надо, да, нужно распечатать сетку с кадрами или ее перерисовать. Она также будет в ссылке к описании. И сделать это упражнение «Монтажная фраза» к любой картине. Вам нужно рассмотреть хорошо картину. Давайте вернемся. Вам нужно рассмотреть внимательно картину и выбрать те ее части, которые будут для вашей монтажной фразы быть, станут общим планом, что-то будет крупным планом. Вы, как бы, без слов расскажете, что происходит на этой картине, используя нарезку из кадров. Если вы можете выполнить это на компьютере, пожалуйста, выполняйте это на компьютере. Задание нужно прислать до 30 апреля. Удачи!